В специально оборудованной детской комнате Огромная трагедия тысяч маленьких людей. Как вернуть право на детство и наказать тех, кто его забрал? С такого жесткого вопроса начинается фильм «Украденное детство». Интересно, что автор документальной картины о детях, ставших жертвой преступлений, поможет ли председатель Следственного комитета России Наталья Московченко. Ежегодно расследуются тысячи уголовных дел в отношении несовершеннолетних и столько же совершаемых подростками, как детство из беззаботного превращается в безжалостное. И почему взрослые не всегда вовремя могут помочь подросткам. Эта тема актуальна и сегодня. Подтверждение этому и пугающая статистика. В 2012 году более 14 тысяч несовершеннолетних были признаны потерпевшими в преступлениях сексуального характера. От преступных посягательств погибли 1574 ребёнка. Здоровье 399 несовершеннолетних причинён тяжкий вред в 70 случаях, повлекший за собой смерть. Герои фильма – дети, от которых отказались родители. Подростки, сбежавшие из дома от жестокости. Наркоманы, самоубийцы. Авторы пытаются рассмотреть проблему, которую обозначают как украденное детство с разных точек зрения. И ставят нередко очень острые вопросы. Никак не могут же принять этот закон о защите от жертв насилия. Более того, его вообще вернули на второе чтение. Но это нормальные отношения. И вот у нас депутаты спорят, надо ли ребёнку адвоката, надо ли ему психолога, значит, пострадавшему ребёнку, нужен ли психолог для того, чтобы были совершены какие-то следственные действия. Но нужен уже опыт всех стран доказал. О том, почему взрослые равнодушны к тому, что происходит с подростками, откровенно расскажут сами дети, а также эксперты, психологи, педагоги, представители Следственного комитета. Основные ключевые проблемы, на мой взгляд, это, собственно, в фильме нашло отражение, это недостаток внимания взрослых к детям. Причём в широком смысле недостаток внимания взрослых к детям, поскольку всем известно, что не хлебом единым. Мы сталкивались с ситуацией, когда вполне благополучные, грубо скажу, сытые, в физическом смысле этого слова, дети становились в том числе и преступниками. Это всё было связано с тем, что кто-то не доглядел. Ну, это шёл обязательно, в каждом из дел. Ну, где-то был взрослый, который имел возможность отдёрнуть, посоветовать, ну, просто увлечь чем-то другим. Не отворачиваясь от детей, таков лезть мотив картины, которые можно увидеть на нашем канале, уже сегодня в 18.00. Мария Ульяновна, Андрей Паев, Объективная ННТВ. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова